Я всех приветствую. Мы продолжаем нашу программу «Теоретические исследования по культурной антропологии». Тема этого года – «Искусство как институт глобализованной современности». У нас сегодня в гостях совершенно замечательный философ, мыслитель, теоретик искусства – Арон Шустер. Арон Шустер уже был в Москве в 2013 году, и сегодня мы приветствуем его второй раз. Как называлась изначально ваша лекция? Нам, к сожалению, не удалось заполучить его. Пожалуйста, если вы могли бы назвать его, потому что мы не можем его называть. То есть первичное название лекции – «Весь мир как дом терпимости». И это очень актуально, потому что сегодня с консервативным поворотом и с борьбой традиционализма с таким эссенциализированным перверсивным противостоянием, то, что мы видим на документе, мы против традиционализма, значит, мы должны быть первертами. То есть все, что Маркс описал в XVIII Брюмера, мы видим сегодня в XXI веке. И мы вот с Ароном говорили, что на первый взгляд может показаться, что эта тема «Мир как бордель» и драматургия Жанна Жанне – это скорее подходит предыдущей нашей серии, когда мы занимались перформативностью. Но на самом деле это очень актуально и в плане исследования контекста современного глобального политического климата. И то, как искусство в него встраивается, и то, что происходит с искусством. Потому что сегодняшняя лекция будет посвящена радикальной драме комедии Жанна Жанне «Балкон». Я не знаю, ставился ли он в России. Вряд ли. В России ставились «Служанки». Но, наверное, Арон очень коротко обрисует краткое содержание. Вы ведь немного расскажете нам о содержании пьесы. Прямо вкратце. На всякий случай. Потому что действие происходит в «Доме терпимости» в то время, когда за его стенами происходит революция. И как организуются эти роли, как организуется вопрос власти. Что происходит с властью, когда она попадает в этот мир аномии. То есть это какой-то момент безвластия. И одновременно вопрос о том, как власть будет устанавливаться с новыми фигурантами и с новыми агентами. Арон Шустер, еще раз повторяю, совершенно потрясающий один из моих любимых мыслителей. Он автор книги «Trouble with pleasure. Deleuze and psychoanalysis». Книжка, которая вышла в 2016 году. И это блестящая книга. И, наверное, бестселлер. Если вам интересно, что происходит в этой книге, это попытка критиковать критику психоанализа Deleuze. И книга удивительно остроумная и просто блестящая. Если вы хотите что-то узнать об этой книге, посмотрите очень много бесед со Славой Жижиком. Вы ведь презентовали со Славой Жижиком книгу в Лондоне. И это есть в интернете. Так что, если вы хотите ознакомиться с теми методами, которыми пользуется для исследования Арон Шустер, пожалуйста, обращайтесь ко всему, что есть в сети. Теперь я передаю слово Арону с его замечательным сообщением о Доме терпимости как мире или мире как Доме терпимости. The floor is yours. Передаю вам слово, Арон. Вообще не слышу. Вообще не слышу. Не слышно. Не слышно. Да. Прежде всего, спасибо большое, Кэти, за приглашение. Если я правильно помню, в последний раз я был здесь в 2013 году, зимой, и в то время я читал лекцию о тексте Платонова, потрясающее сатирическое произведение «Антисексус». И в этот раз я снова буду говорить о некоторой политической комедии, в этот раз автор-француз, Жан Жене, «Балкон». На самом деле, я работал с этой пьесой, наверное, уже два года, и я был потрясен тем, как она удивительно современна. Я начал с того, что я стал преподавать курс на ней, основанный на этой пьесе, и я ввел спецкурс в Американском университете в Бейруте на эту тему, и о том, что происходило в связи с «Арабской весной» и поражением революции, в общем-то, контрреволюции, которая произошла. И чуть где-то годом позже я читал лекции в США и получил совершенно другую перспективу об этой пьесе. Это очень современная вещь, она находится в диалоге с множественными политическими ситуациями сегодняшними. И, по-моему, это потрясающий литературный текст, который становится все более ясным, все более сильным, все более последовательным, чем больше времени проходит. Пьеса была написана в 1956 году, и непосредственно что имел в виду Жене в то время? Он говорил об Испанской гражданской войне и Алжирской войне за независимость. Вот непосредственно к чему он отсылал. И теперь, 50 лет спустя, современные нам с вами события показывают, показывают, насколько современная сейчас она, насколько она актуальна сейчас. Она стала только более актуальной, поэтому давайте я быстро пройдусь по замыслу, по содержанию пьесы. Она называется «Балкон». «Балкон» — это название борделя, дома терпимости, и это очень высокого класса заведения. В этот бордель приходят люди, не столько за тем, чтобы заняться сексом, но чтобы олицетворить некоторые фигуры власти. Они приходят и примеривают на себя эти разные образы власти, и это превращается в такой театр властных фигур. Жене — мастер мета-театра. Это пьеса внутри пьесы. Первая его важная работа были «Служанки». Если вы просто не знаете содержание, непонятно, что происходит. Он вас сразу погружает в некоторый хаос и беспорядок. Почему? Потому что здесь своего рода симуляция-симуляция. Как начинаются служанки? Это про двух служанок и их отношения с их хозяйкой. Очень мощное отношение доминирования хозяина и подчиненного. Но эти отношения, в общем-то, между двумя служанками тоже являются отношениями и подчинениями. Но вы не понимаете это довольно долго, наверное, в течение четверти всей пьесы. И, схожим образом, эта пьеса тоже начинается как театр внутри театра. Ну, начинается все с четырех сцен, которые демонстрируют нам разные перспективы власти. Сначала епископ, потом судья, потом генерал, а потом приходит какой-то мазохист, нищий, попрошайка. Это театр внутри театра. И интересно вот что. В этом особом доме терпимости, и мадам, хозяйка его Ирма, называет его домом иллюзий. И этот великий балкон в этом доме иллюзий. И сразу же сцена прерывается некоторым двойственным образом. Во-первых, персонажи как бы выпадают из своих раей. Епископ, например, начинает как-то корректировать свою роль. Он говорит, а проститутка правильно играет ее роль. Он пытается изнутри дирижировать эту пьесу. Он играет в ней, и в то же время он режиссер-постановщик. Мадам в то же время делает некоторые комментарии, касающиеся оплаты. Он уже заплатил. То есть это намекает нам на комедию. Но, что важно, снаружи идут бои. Все эти диалоги прерываются взрывами. И мы понимаем, что снаружи происходит революция. Мы в доме терпимости. Они притворяются этими влиятельными фигурами. А снаружи революция. И все нервничают, что революция прогрессирует. И люди боятся, что они не смогут покинуть бордель, потому что снаружи опасно. Эти четыре сцены первые как бы задают тон и перспективу этого дома терпимости. В пятой сцене мы переключаемся на Ирму. А, кстати, перед вами на экране. Это изначальная обложка пьесы 1956 год. И сделанная Джакометти. Он был очень близким другом Альберто Джакометти. И позже Жак Жене написал мастерскую Альберто Джакометти. Фантастическая работа. Это считается одной из самых фантастических работ, написанных художниками. Вот это, между прочим, сам Джакометти, его портрет, 1955, мне кажется. Это картинка, которую я ношу. Это фотография очень известного Барселона, называющего Мадам Петти в Барселоне. Этот бордель был источником вдохновения, если хотите, для Женея. Он часто упоминал его в некоторых своих ранних художественных произведениях, например, в своих ранних произведениях. Его закрыли где-то в 30-е, 40-е, наверное. Но балкон — это некоторое эхо. А вот это фотография из Лондона. Это фотография из Лондона. Это Хелен Миррен, на самом деле. Известнейшая английская актриса играет проститутку. А это генерал, который скачет на лошади. Она играет безымянную проститутку. Это тоже как бы кадр из пьесы. Итак, в сцене 5 мы видим другую перспективу. Ирма говорит со своей главной помощницей, Кармен. И они обсуждают проблемы революции. Но на самом деле они ждут шефа полиции. Все ждут шефа полиции, чтобы он пришел и покончил с революцией. Восстановил порядок, если хотите. Его зовут Жорж. И Жорж, на самом деле, был любовником Ирмы. Дело вот в чем. Шеф полиции не выглядит озабоченным революцией. Но когда он приходит в бордель, все очень рады его видеть, ждут от него знания порядка. А у него есть только один вопрос. Есть ли кто-то, пришел ли кто-то в бордель, чтобы изобразить шефа полиции? И Ирма говорит ему, нет, никто не хочет быть полицаем здесь. Извините. В 6-й сцене мы переключаемся на революцию. Мы видим, что же происходит снаружи балкона. И один из лидеров революции Роже. Роже, классический пролетарий, сантехник, и его подружка Шанталь, бывшая проститутка. Раньше она работала на Ирме в балконе. Она ушла, чтобы присоединиться к революционным силам. И становится своего рода такого святого образа революции. Своего рода Марианна. Все поклоняются ей. Она источник вдохновения. Революционные лихорадки. Становится ясно, что дискуссия про революцию это не только дискуссия о протестах и сопротивлении, но это еще и схватка за образы. Такая образная схватка. И Шанталь здесь является центральной фигурой. Они говорят вот как. Это показывает ее в каком-то двойственном свете, как проститутку, потому что один из лидеров революции к ним приходят другие вожди и пытаются ее почти купить как образ, эту Шанталь. Вот что происходит снаружи балкона. В седьмой сцене мы возвращаемся снова в бордель. И проблема теперь в том, что посланник, посланник королевы объявился, и они обсуждают, что же делать. Кажется, что все очень нервничают. Кажется, что революция все-таки преуспела. Им нужно придумать какой-то план. Я очень вкратце, на самом деле, рассказываю о содержании. План таков, чтобы государство вернуло себе власть. Все эти фигуры своего рода опрокинуты. Мы даже узнаем, что королева убита. Что они собираются делать? Последняя надежда государства – это вот эти персонажи, которые притворяются, что они эти фигуры власти, чтобы они стали действительно теми, кем они притворяются. Вот что мы видим в восьмой сцене. На балконе. На балконе балкона. Это очень важно, потому что у балкона есть настоящий балкон. И они выходят на него, чтобы показаться публике, чтобы показаться толпе. И тот, кто притворялся епископом, действительно становится епископом. То же самое с генералом. Они предстают перед толпой, и это вдруг сработало. Этот безумный трюк. Они действительно как-то восстанавливают власть в государстве. Шанталь тоже появляется на балконе и убита революционерами. Она умирает. Конец. Синя, девятая сцена, самая последняя и самая длинная. Мы видим, что государство реорганизуется. И она начинается с такой смешной сцены папараццией. Фотограф организует съемку всех этих людей, которые стали реальными фигурами власти. Клиенты борделя. И это интересно в связи с нынешней обстановкой в Соединенных Штатах. Потому что Жене придумал своего рода реалити-шоу, да? Такой спектакль. Потому что эти персонажи реалити-шоу вдруг становятся реальными фигурами власти в государстве. Как будто бы он знал, каким цирком и борделем, если хотите, политика превратится спустя 50 лет. Шеф полиции все еще недоволен, потому что никто не пришел притвориться им. И он размышляет о своем костюме довольно долго. В конце концов, кое-кто приходит притвориться им. Роже, лидер революции, он приходит в бордель и говорит, я буду шефом полиции. И играет шефа полиции. Но что-то идет немножко не так. Люди нервничают, они не очень понимают, что происходит. И в какой-то момент он вытаскивает нож и кастрирует себя. Или притворяется, что он делает это действие. И все потрясены. Потому что кровь на ковре. И сам шеф полиции находится там. И он тоже какое-то время колеблется. Он ощупывает свои гениталии и говорит, ну, я не вредим. Они попытались кастрировать мой образ, но я здесь, и я в порядке. То есть эта попытка кастрации не удается. И получается, что шеф полиции полностью контролирует ситуацию. И спускается дальше в свой мавзолей. Это одна из комнат в борделе специальных студий, как гигантская гробница, крипта, мавзолей. И теперь, когда его кто-то сыграл, кто-то им притворился, он поднялся в этот воображаемый пентон власти. Он ждал этого 2000 лет. И это он спускается в эту группу на 2000 лет. И это конец. И в конце Ирма проверяет все счета, и она обращается к аудитории и говорит, теперь время вам идти домой. Не волнуйтесь, дома все будет еще более фальшивым, чем здесь на сцене. Так что в некотором смысле общество здесь как бы часть этого борделя. И она завершает это некоторой смешной жалобой на то, как же было все это дорого. И все начинают готовиться к новому дню. Вот это вкратце сюжет пьесы. Я хотел бы прокомментировать несколько разных аспектов. Во-первых, для начала я бы хотел начать с начальных сцен. Что происходит в борделе в этих первых сценах. Мне кажется, вообще, что интересно в этом борделе Жене, это не столь сексуальный институт, сколько метафизическое пространство. Пространство, где сексуальность и эротизм поднимаются до уровня абстракции и идей. Это своего рода лаборатория, или даже церковь, храм, если хотите. Это церковь, в которой удовольствие для выделения удовольствия исходит из власти. И вы примеряете на себя символические роли, на самом деле облегченные, отрешенные от всех обязанностей. И в этом удовольствие. И первый вопрос здесь – в чем удовольствие, в чем объект удовольствия для этих людей? Отчего они ловят хайф? И это такая буржуазия, епископ. Епископ называет это абсолютным достоинством. Отчего эти люди хотят получать удовольствие? Это какой-то блеск, да, слава епископа, судьи, генерала. Они хотят попробовать себя в этой роли. Они хотят притвориться, они хотят поиграть, но они не хотят быть этим человеком. То есть это удовольствие отделено, оторвано от каких-то функциональных, действительных обязанностей этого статуса. Вот посмотрите на это так. Нам даже не нужно думать об этих ролях епископа, генерала. Вы можете представить себе любую фигуру власти, профессора. Например, кто-то может получать удовольствие от того, чтобы быть профессором. Это совершенно не то же самое, что получать удовольствие от хорошей лекции или исследования. Вы можете получать удовольствие от того, что вы делаете свою работу хорошо, да? Что-то сделали хорошо. Или вы куда-то продвинулись в своей работе, но это не то удовольствие, которого клиенты балкона говорят нам. Им нравится блеск, аура, сам ореол какой-то фигуры. Это можно сравнить, наверное, с фрейдистской теорией сексуальности и аутоэротизма, просто чтобы быстренько в двух словах ее описать. И это все еще очень интересная идея, даже революционная, если хотите. Откуда берется сексуальность, говорит Фрейд? Фрейд, в ходе удовлетворения от своих потребностей, базовых, например, голода, есть потребность, которую вы удовлетворяете. Вы вдруг открываете, что есть удовольствие сопутствующее. И это удовольствие можно вырвать из этого контекста, где оно впервые появляется. И абсолютно оно начинает существовать независимо от этого. Например, кормление грудью ребенка. С одной стороны, вы кормите ребенка, который голоден, но с другой стороны, ребенок быстро понимает, что в этом есть и другое удовольствие, посасывание груди, ощущение губ и так далее. И все это вместе смешивается в одно чувство удовольствия, это оральное удовольствие, сосание груди. Оно может существовать отдельно от потребности удовлетворения голода. И это некоторое извращение сексуальности. Не в том смысле, что это моральная категория, а просто в том смысле, что потребности тела отделяются от этого удовольствия. Если вы хотите об этом поразмышлять, вы что можете сказать? Есть некоторое избыточное удовольствие, да? Удовольствие поверх удовлетворения потребностей. Относится ли оно к удовлетворению потребностей? Нужно ли оно телу, чтобы удовлетворить что-то? Может быть, никто уже не ест, чтобы удовлетворить голод исключительно, но есть же всегда какое-то удовольствие, какое-то оральное удовольствие. Вы получаете удовольствие от еды, и, может быть, если вы не получаете удовольствие от еды, может быть, вы вообще не будете есть. Так что здесь есть это избыточное удовольствие, и оно поддерживает ваше тело. Тут есть еще один аргумент. Удовольствие может мешать даже удовлетворению потребностей тела. Вы можете даже пожертвовать то, что полезно для вашего тела, ради какого-то удовольствия. И это вот избыточное удовольствие, которое пришло в противоречие с потребностями тела. Это опасное избыточное удовольствие. Тем не менее, с точки зрения Жене, тут ближе к Лакану идея, потому что Лакан говорит, что это избыточное удовольствие не столько про тело, сколько про символический порядок в обществе. Дело не в том, что у тела есть какие-то потребности. Чтобы общество могло функционировать, есть специальные роли в этом обществе, их надо исполнять. И через их исполнение общество функционирует. Но в этих ролях можно найти другое удовольствие, избыточное удовольствие. Это удовольствие власти. Иметь власть и реализовывать ее. И это удовольствие может приходить в противоречие или, наоборот, поддерживать функциональные роли общества. Но оно от них отдельно изначально. В плее Жене, пьесе Жене, иногда люди говорят его герои как философы. Он говорит, это образ епископа, который меня интересует, а не его функционалы обязанностей. Мне не интересно прощать грехи и олицетворять церковь. Мне просто интересно пользоваться властью епископа. И это теория Лакана о аутоэротизме в некотором смысле, начиная с самоидентификации социальных ролей, потому что у нас у всех есть разные социальные роли, от которых мы получаем удовольствие, избыточное удовольствие. И это избыточное удовольствие уточняется Лаканом как фантазия. Это фантазия. Жена предлагает нам прекрасную формулировку для этой фантазии. Он говорит про эту фантазию. Позвольте мне процитировать. Кармен говорит, когда они со своими женами, которых они любят, они как-то прячут в голове воспоминания о борделе. И Ирма отвечает, без сомнения, как незримый свет в незримом окне в незримом замке, когда они могут мгновенно перенестись, как только они хотят расслабиться. Это очень красивый образ. Незримый свет в незримом окне, незримого замка. Это полная законченная фантазия. Жена здесь говорит вот о чем. Бордель – это не столько трансгрессия общества, но его основная, его основа. И шовинистский пример – муж может быть хорошим мужем, если он представляет себя своей любовницей. Ему не нужно быть по-настоящему с любовницей. У него есть эта фантастическая роль. Она может быть очень далеко, где-то там, как незримый свет в незримом замке. Но она может быть вызвана, когда нужна. И эта фантазия позволяет ему выполнять его социальную роль, то есть роль мужа. Это внутренняя трансгрессия в этом смысле. Это не трансгрессия, которая рушит общество, но общество функционирует через эти фантазии трансгрессии, трансгрессионные фантазии. Я хотел бы еще упомянуть, что Лакан очень рано прокомментировал эту пьесу. Он увидел в ней иску гения. Это было в контексте семинара, который он тогда давал про комедию. Он видел ее как возвращение к некоторой традиции комедийной аристофана, греческой, и где комедия всегда была очень тесно связана со строем общества. Если мы хотим более точно прокомментировать это, мы можем поговорить о феноменологии этого удовольствия, как в нескольких разных аспектах. Четыре разных аспекта. Как они описывают это удовольствие? Во-первых, это его отдельность, возможность отделить его. Шеф полиции говорит, что он сделает свой образ отдельным от себя. Я сделаю так, чтобы этот образ проник силой в вашу студию и размножился. Процитируем епископа. Величие это возникает не из моих обязанностей и не из моих личных заслуг. Это величие происходит из гораздо более загадочного знания, что мне предшествовал епископ. То есть это что значит? Что роль первична здесь, роль предшествует мне. Почему это удовольствие отделимо, мне кажется? Вот что важно, мне кажется, здесь, это разница между ролью, которой играет человек, и игроком, между должностью и тем, кто ее исполняет. Это удовольствие отделено от функций реальной. Второй аспект удовольствия – это неподвижность, статичность. Послание королевы говорит, все находятся как в состоянии какого-то похода, погоней за неподвижностью, величественная и окончательная неподвижность. Неподвижность как противопоставленная подвижности. Подвижность – быть против делать. Это не имеет ничего общего с достижением каких-то задач. Итак, это отделимо, это неподвижно. И третий аспект, наверное, самый сложный – одиночность, одиночество. Потому что все персонажи говорят об одиночестве. Епископ говорит, я хотел бы быть епископом в одиночестве. И генерал говорит, я хотел бы быть генералом в одиночестве. Даже не для себя, а ради этого образа. И образа-образа и так далее. Мне кажется, это очень интересная формулировка. Очень интересная формулировка. И это непросто, потому что обычно мы говорим о таком удовольствии и власти, как о нарциссическом удовольствии. Я епископ, я лидер, я профессор, я кто угодно. Это удовольствие, которое такое про эго, про манию величия. Но они говорят совершенно другую вещь. Сложно здесь в этом одиночестве, потому что вы могли бы сказать, эта идея одиночества вообще бессмысленна. Потому что, если мы говорим о сцене, у нас есть аудитория. Никто никогда не является один единственным епископом. Вы можете быть судьей, потому что есть вор. И мы тут возвращаемся к такой-то диалектике здесь. Судья умоляет вор быть вором, чтобы он мог быть судьей. В некотором смысле он является подчиненным этому преступнику. Так что вы могли бы сказать про эту пьесу. Но все эти герои все время утверждают, что их удовольствие изолировано от других. Это очень одиночное удовольствие. Удовольствие этих персонажей, которые они испытывают, это не нарциссическое удовольствие. Это не наслаждение своим эго. Это наслаждение, которое близко к идее поклонения, восславления, прославления. Они наслаждаются не своим эго, а самим образом. Когда я играю в епископа, это не я. Это не я наслаждаюсь собой епископом, а я наслаждаюсь самым образом епископа. Я себя жертвую, я опустошаю себя, чтобы поклониться чем-то большему, чем я, этому образу, образу власти. И это является самым интересным здесь. Это некоторый такой порядок, который заведен на балконе. Это что образы наслаждаются собой, а люди, которые играют эти образы, они просто поддерживают, они слуги этих образов. Вот почему Жене, и мне кажется, это очень хитрая вещь. Жене не говорит, что церковь – это бордель. Это как бы очень низкоуровневый был бы акт. Да, все эти святые сакральные места, назвать борделем, он говорит, что бордель – это церковь. И это часть того напряжения, которое поддерживает эту драматургию, потому что оно невероятное. Драматургия здесь невероятная. Епископ, кто-то исполняет это на роликах, кто-то на каких-то ходулях. То есть это некоторый цирк своего рода. Немного абсурдистская картинка. Так многие ставили ее. Но Жене был против. Он говорит, что ее надо играть было очень серьезно. Это место прославления, сакральное место. Это комедия без шуток. Это общество как место прославления образов власти. Вот почему, мне кажется, что одиночество здесь важно. Это гораздо ближе к удовольствию человека, который поклоняется чему-то, что больше его. И последний аспект этого удовольствия – это гибельность этого удовольствия. Потому что все персонажи говорят про смерть в конечном итоге. Там есть гробница, мавзолей. Все, в принципе, можно свести к теме смерти в этой пьесе. Почему? Человек умирает, как только получает символическую роль. То есть эта роль, она вас убивает. Вы больше не существуете. Речь уже здесь не о том, кто эти представители буржуазии, клиенты этого борделя, но об идеях, которые они представляют. И самая главная роль действительно тогда должна принадлежать трупу. И есть еще один персонаж в этой пьесе – Артур. Он как бы сутенер. Ирма его в какой-то момент ввела в дело, как грубую мужскую силу. Но он принимает участие в некоторых сценариях. Он должен играть труп. Да, какой-то там извращенный сценарий, где должен быть мертвое тело. Он играет труп. И Артур должен играть труп для министра внутренних дел. Но беда в том, что он умирает. Его убивают в ходе древолюционных действий. И самого Артура убивают, даже немного раньше. Это потрясающий сценарий. Артур должен играть труп, и он действительно становится трупом. Трупом, олицетворяющим абсолютную смерть. И это какой-то прекрасный пример того, что имеет в виду Жене. Тут полно этой образности смерти. Я немного пропущу кое-какие детали, касающиеся фантазии. Я хотел бы подчеркнуть еще одну вещь. Интересно то, что Жене постоянно играет с этими идеями внутреннего и внешнего. Вначале, внутри, мы находимся внутри борделя, но мы слышим шум снаружи, который прерывает порядок жизни борделя, шум революции. Революция – это реальность? То, что снаружи – это реально? Неизвестно. Совсем неизвестно. В какой-то момент мы начинаем подозревать, что революция – это постановка, потому что революция следует как будто той же логике образов, и, может быть, и государство. Может быть, просто, потому что, в конце концов, все меняют ролями. Да, бордель – это государство, потом снова бордель. Это очень мрачная, очень пессимистическая пьеса о провале революции. С другой стороны, я не думаю, что Жене правильно называть постмодернистом, который говорит «все относительно», «все иллюзивно». На самом деле, это хитрая вещь, потому что трудно провести границу между реальностью и симуляцией, потому что балкон – это такая точка, переходная, переходная точка, локация, потому что, во-первых, балкон – что такое для этой пьесы? Это, собственно, бордель, дом терпимости, это название пьесы, и это, собственно, архитектурный балкон, как таковой, на котором появляются персонажи, чтобы предстать перед толпой. То есть, это такая переходная точка. С одной стороны, это пьеса, с другой стороны, вас могут убить революционеры. Это граница между внешним и внутренним. Тут есть две основные шутки в этой пьесе. Первая – это фирменная шутка, которая касается шефа полиции, которая продолжает снова и снова приходит в бордели спрашивать, ну что, ну что, кто-нибудь хотел быть шефом полиции? Ну, никто не хочет быть шефом полиции. И вот факт того, что его профессия не внушает никакого вдохновения другим, очень разочаровывает его. Неважно, сколько у него власти. Он считает себя ничтожеством, неудачником, потому что он не входит в этот пантеон образов, которые клиенты борделя хотят изображать. там есть такая специальная розовая книга со всеми ролями и клиентами. Позвольте, я вам зачитаю. Шеф полиции сказал, вы что, ты что, шутишь, Кармен? Я спрашиваю, я здесь? Кармен, ты здесь? Ты в ней? Ирма говорит, ты не внутри, ты не там. Нет, пока нет, да или нет? Это что, имитация? Имитация? Ты что, идиот? Да, вы что, идиоты? Кто-нибудь притворялся шефом полиции? Есть ли здесь имя шефа полиции? Тишина. К сожалению, дорогой мой, твоя должность недостаточно достойна, чтобы другие хотели ее на себя примеровать. Может быть, потому что у тебя нет великих предшественников. Придется тебе смириться с тем, что в литургии Борделя места твоей роли нет. На самом деле это интересно, что она употребляет этот религиозный термин. Уже в 50-е Жене говорит про государство, про самовосславление государства. Вот такой вот гамбит, к которому мы все чаще сейчас возвращаемся, говоря о политике на Западе. Иначе говоря, два вопроса. Почему никто не хочет притворяться шефом полиции? И второе, почему же шеф полиции так хочет, чтобы им притворялись? И здесь очень большое пространство для размышлений о полиции, как мне кажется, прежде всего. Первый вопрос. Почему же никто не хочет быть шефом полиции? Я не думаю, что здесь есть какой-то очевидный простой ответ. На самом деле, в своем исследовании я не встречал других исследований, где люди размышляли об этом. Но нам-то кажется, что наоборот, разве не является образ полицейского какой-то очень соблазнительной ролью? Разве он не является классическим представителем власти государства? И почему бы не создать какой-то извращенный сценарий, где он, например, бьет протестующих? Да, и вполне это должно зайти в бордели. Но здесь некоторая наша интуиция противоречит Жене. Что говорит Ирма? Ирма говорит, что у полицейского нету блестящих предшественников, как насчет Видока. Видок известнейший преступник французской эпохи, который стал работать на полицию и стал известнейшим частным детективом, поэтому да, конечно, у него были блестящие предшественники. так что нам-то кажется, что как раз наоборот, что полицейский со своими палками и дубинками был бы фигурой номер один представителем и Мишель Фуко считает, что вот одна из цитат Мишель Фуко, блеск, это видимость порядка и манифестация силы, так что полиция представляет собой как раз манифестацию этой власти. Это искусство государственного блеска, и, собственно, казалось бы, это как раз то, что предлагает Балкон своей клиентели. Почему же никто не хочет участвовать, никто не хочет примерить на себя этот славный образ полицейского. Позвольте, я процитирую еще. Часто говорят про судью, что он слишком возвышенный. В Византийской империи евнухи представляли в картинке ортодоксального евангелизма эти идеи небесных евнухи представляют небесные создания. Вы можете издеваться над кем угодно, но не над полицией, которые хватают преступников и водят мотоцикл. Я уважаю полицию, они могут убивать. Они могут это делать не через посредников, а сами. И, тем не менее, здесь есть личная воля и здесь есть ответственность. Полицию учат убивать. Мне нравятся эти зловещие машины, которые созданы для того, чтобы убивать. Вот разница между судьей и полицейским. прежде всего, судья принадлежит миру церемонии ритуала. Он сообщается с некоторым чем-то, что выше его. Есть снова позиция, должность и тот, кто ее исполняет. Какой-то, может быть, жалкий человек его может исполнять. И вот этот водораздел, в нем есть что-то внутренне комичное. Полицейский может убить голыми руками. За ним реальная сила. То есть, в отличие от судьи, для него определяющим является его физическое присутствие, в отличие от судьи. Если вы читали мои книги, вы знаете, что я думаю о полиции. Они никогда не были человечными, и в тот день, когда они станут человечными, они перестанут быть полицией, это сказала жена. Вот другие роли, еще есть, которые никто не хочет примерять, это колониальный управляющий. Полицейский и колонизатор, это просто самое дно. Ясно, что его презрение к полиции смешано с некоторым эстетической одержимостью ими. Вы можете прочитать это. Жене был в США в 1969 году, когда эти были массовые протесты, связанные с войной во Вьетнаме, и был большой бунт полицейских, был большой бунт, когда полицейские очень жестоко подавляли эти протесты. И Жене там был, он видел эти протесты, и говорил про Америку. У нее потрясающий атлетические полицейские. Так что очень двойственное его отношение, это какая-то эротическая почти одержимость полиции. Он как бы говорит, вы можете ненавидеть или восхищаться ими физически, но вы не можете шутить над ними, в них нет ничего внутренне смешного. У них нет вот такого потенциала комического, как есть у судьи или как у епископа. Мне кажется, его идея еще вот в чем, что полиция всегда немного в тени действует. Шеф полиции не должен быть важной общественной фигурой, это же не мэр города, а шеф полиции должен действовать за кулисами. Лаканн говорит, что шеф полиции это последнее прибежище силой, и ему принадлежит физическая сила, это такая последняя гарантия финальная стабильности общества. Шеф полиции представляет собой скорее насилие закона, чем величие закона. Он человек действия, его подвижна, его роль в движении, а не статична. И вот поэтому-то, наверное, никто не хочет его играть, потому что его роль определяется его действиями, с одной стороны, с другой стороны, ему не хватает театральности, а это ведь самая важная вещь в логике борделя, потому что играют только тех персонажей, которые сами себя играют в реальной жизни. Вы приходите на балкон, чтобы притвориться кем-то, кто уже притворяется собой. Это театр-театр, как я уже сказал. Судья в реальной жизни, это уже театральная роль. В балконе вы играете судью, который играет себя, но вы играете именно образ судей без всяких обязанностей, потому что очень часто роли слишком сильно связаны с обязанностями. Да, а полиция что? Никто не играет в насилие. Вот такая логика Жене, по крайней мере. Но ирония в том, что шеф полиции действительно является влиять на фигурой, который хочет стать карикатурой. Он хочет стать образом, карикатурным образом в борделе. Он хочет, чтобы таким образом его обессмертили, занеся в каталог борделя. и он настаивает на этом, не потому, что он увлекся чем-то, а потому, что он не идиот. Несмотря на то, что у него есть реальная власть, он понимает, что на самом деле все решения принимаются в доме иллюзий, что настоящая власть как раз стоит за этими придуманными, выдуманными образами. И он считает, что как только он станет карикатурой, его имя будет действовать за него. Мне кажется, это очень важная формулировка. Мое имя будет действовать за меня. Здесь есть интересный комментарий от Лакана, один из его поздних семинаров. Как функционирует мастер? Реальный хозяин не отдает приказов. Он это потому, что это слишком большая работа заставлять людей работать. Проще сделать это самому. Если ты все время говоришь людям, что им делать, это неэффективно. Реальный хозяин просто отдает туманные приказания, которые все понимают, которые работают спонтанно. Все угадывают, чего хочет хозяин и исполняют это тут же. Таким образом, имя и слова хозяина достаточно. Оно действует за него. Итак, шеф полиции, значит, когда в конце концов у него появляется образ, позвольте, вот еще один пример современного борделя дома терпимости. я был поражен от реальной настоящей инстаграм папы. У него не так уж много фолловеров, я вам должен сказать, для главы католической церкви. Мне кажется, меньше, чем у Бибера намного, причем. Но интересно вот что. Не сами картинки, а то, что сам папа никого не за фолловером. То есть у него есть 27 миллионов фолловеров, но сам он не является ничем фолловером. Потому что вы можете себе представить, как папа кликает на чей-то инстаграм. За этим есть некоторая логика, потому что папа это глава некоторой института власти. Возвращаемся к нашему балкону и сцене. У шефа полиции нет образа, никто не хочет им притворяться, так какой же у него будет костюм тогда? Позвольте, я вам зачитаю этот пассаж, потому что это один из самых смешных пассажей. Вот этот костюм, который предложили мне, он очень дерзкий. что он очень дерзкий, очень дерзкий, я бы никогда не сказал, что это, но потом он передумывает, господа, я очень верю в ваше суждение, я верю в то, что дерзкими идеями можно сражаться. да, да, вот мы говорим снова об этой схватке царских идей, мне посоветовали появиться в образе огромного фаллоса, все шокировали, королева, Джордж, вы, Ирма, королева, она играет королеву, шеф полиция, Джордж, ну а что же, если я представляю нацию, а посланник королевы говорит, ну что ж, это в духе времени, позвольте ему, судья говорит, фаллос огромный в мой размер, говорит шеф полиции, размером с человеком. Таким образом, шефа полиции надо играть в костюме огромного фаллоса, вот, то есть он в буквальном смысле фаллоса головой. Есть некоторые шутки, они говорят, ну как же вы это сделаете-то реально, а он говорит, ну, резиновая индустрия далеко зашла, и они шутят о том, как они могут раскрасить его в цветы национального флага и так далее. И это пассаж, на который обращает внимание Лакан, считая его ключевым. Это такой момент явления фаллоса в этой комедии образов власти. Шеф полиции в итоге берет образ фаллоса. Но что этот фаллос значит? в пьесе. И для Лакана, потому что в некотором смысле шеф полиции происходит некоторый спор между членами этого нового государства. Где же конечный, какое основание власти, кто действительно власть придержащий? Жене и что интересно, что демонстрирует Жене, что власть действует через постоянную циркуляцию, через постоянное движение, но у нее нет никакой абсолютной постоянной платформы. И вот этот фаллос, шеф полиции в данном случае, он не какое-то основание ее, но самый принцип власти, циркуляции власти, это основной ее принцип. Фаллос это не основание, но он называет основную загадку, потому что власть приходит из ниоткуда, это что-то, что играется. И здесь я набросал такую карту, если хотите, диаграмма, диалога, который происходит в пьесе. Все начинается с епископа, судьи и генерала, то есть церковь, армия и все те люди, которые реально управляют обществом, толпы общества. И они спрашивают, что же, кто выше вас, разве не королева находится вверху церкви, общества и армии. Она глава общества, она главная. Но потом они говорят, но ведь если бы не было символа королевы, если бы не было флага, как абсолютного символа власти, вы помните, да, что Шанталь в конце концов помещается на новый флаг. Получается, что флаг выше королевы, и епископ говорит, ну хорошо, Господь-то должен быть выше всего этого, как высший источник власти. Ну, а что такое Бог без епископа, который действует от его имени на земле? Получается, что мы возвращаемся к самому началу. И этот фалос, шеф полиции, это своего рода название для этой циркуляции, а не новая ступень этой власти. Вот еще строчка из власти. Шеф полиции говорит, без сомнений, это достоинство. Никто не является выше королевы. Вы берете от нее свою власть. Выше нее это наш знамя, как я говорил с Шанталь, но выше ее высочества и выше флага есть Бог, который говорит моим голосом, и шеф полиции говорит, а выше Бога тишина. Но, господа, а выше Бога вы, без кого Бог был бы ничем, и так далее, и так далее. Вот этот тот круг, о котором я говорю. Я сейчас перехожу к сцене с Роже. может быть, 10-15 минут еще. И вот у нас есть имя, этот образ для шефа полиции, фалос. Тут появляется Роже. Роже появляется ближе к концу пьесы. Он такой падший революционер, неудавшийся, неудача, провал революции, вот в чем ирония, должна быть обыграна в этой сцене. Он, именно он, хочет быть шефом полиции. Роже говорит, если бордель существует, и я могу там притвориться, кем я хочу, то я могу довести этого персонажа, которому я притворюсь, до самого предела. Ему говорят, Кармен ему говорит, нет, все занято, она пытается выгнать его. Она открывает дверь, Роджер вынимает нож, поворачивается спиной к аудитории и делает жестко страции. Королева вскрикивает, на моих коврах, сумасшедший, здесь, мадам Ирма, мадам Ирма, кричит Кармен. Кармен умудряется выпихнуть Роже, все кидаются в ту комнату, все входят, посланник, генерал, судья, шеф полиции и королева. Шеф полиции говорит, замечательно сыгранно. Ему казалось, что в этот раз он покончил со мной. Он ощупывает свои гениталии и говорит, мое все на месте. Может быть, мой образ кастрирует во всех борделях мира, но я, я невредим. Этот сантехник не знал, как обращаться со своим инструментом. Как мы можем интерпретировать акт Роже? Мне кажется, это можно видеть или как мазохистский ритуал, своего рода покаяние мазохистское, что он теперь себя идентифицирует с этой властью, с которой он боролся. Но более интересно, может быть, другая версия. Это финальный, конечный, революционный акт. Он хочет разроить, разрушить, уничтожить сам фалос. Он хочет разрушить это заклятие этого образа, образа государства. Он пытается разрушить, уничтожить не тех, кто играет, а сами образы. Пытается разрушить заклятие власти. Отчаянный, последний этот шаг, он пытается уничтожить эту власть внутри себя. Он не нападает на других, он кастрирует себя. Он пытается уничтожить образ власти внутри себя и свою собственную связь с этой властью. Не внешнего хозяина своего, а внутреннего. Он хочет избавиться от своей собственной привязанности к образам власти. Конечно же, это обречено на неуспех. Шеф полиции говорит, что он все еще невредим и говорит, что его образ могли кастрировать во всех борделях мира, а он все равно останется невредимым. Интересный комментарий Аленки Супанчич. Мы видим здесь некоторую мутацию в ролях хозяина в современном мире. Это пьеса не просто о почти потерянной власти и восстановленной, но о том, что восстановленная власть никогда не будет как та власть, которой она была когда-то. Это такие вот перемены и мутации и трансформации, которые происходят. И самый простой способ выразить это классические образы власти следует вот этому разделу, разделению между самим образом и человеком, который исполняет обязанности этого образа. И этот образ, он не омрачен никак человеком, который играет эту роль, никак не загрязненным, не запятным. В современном мире это как если бы хозяин все время напоминал вам о том, что он играет эту роль, что где-то внутри он такой же милый человек, как я и вы. Между нами в принципе нет никакого различия. У него те же проблемы, что и у вас. У него просто так вышло, что он находится в этом положении. Потому что это положение обычно это то, что отдаляло бы хозяина от всех остальных. И вот эта кастрация это отношение с образом. Человек играет образ как образ. пьеса начинается довольно ахронистически. Потому что этот театр власти Жене конечно использует эти классические фигуры епископ, генерал в этих огромных пышных костюмах. В наши дни эти костюмы не важны для исполнения власти. великие сегодняшнего дня они так же ходят по миру как мы с вами в деловых костюмах. Вот возьмите Билл Гейтса, что он вообще носит там, кеды и футболку. Поэтому самым высшим проявлением власти как раз не проявлять ее никак. Я могу прийти в джинсах и в слепонах и кроссовках. Мы отказались от этого костюма, но потому что связано с тем, что мы больше не можем атаковать, напасть на власть придержащего, нападая на какие-то атрибуты его власти. Я снова здесь вернулся к выборам в Америке. Вы почти можете представить себе, как Дональд Трамп говорит, все могут смеяться надо мной, но это не важно, ведь я не вредим, потому что меня нельзя кастрировать таким образом. Вы можете кастрировать меня, а я все равно не вредим и у меня в руках власть. И вот это очень сегодняшняя вещь, что сегодня этот образ неприкосновенен. Это конечно большой скачок. Возьмем Гамлета, проблема Гамлета, ему нужно убить короля. И у него есть прекрасная возможность это сделать. Да. Когда Кордиус молится, он один, он может очень легко воткнуть ему нож в спину, но он этого не делает. Почему? Почему же он этого не делает? Есть разные объяснения, но у него есть какая-то интуиция. Но он хочет на самом деле убить не этого человека, он хочет убить короля. А убить короля это не то же самое, что убить Клавдия, человека, который является королем. И это та же самая проблема, что у революционеров в этой пьесе. Они пытаются кастрировать образ, но терпят неудачу. Еще два последних момента. Как заканчивается пьеса? Все идет по кругу, по порочному кругу, из которого невозможно сбежать. Это постоянное повторение. Еще одна замечательная шутка, кроме того, что никто не хочет быть шефом полиции. Мне кажется, еще одна, что чтобы спасти государство, посетители борделя, становятся теми, кого они изображали в борделе в рамках частной жизни. Они становятся этими людьми и берут власть. Вернемся к фотосъемке в последней сцене. Есть очень хорошая строчка. Это истинный образ, рожденный из фальшивого спектакля. Они спасли государство, спасая видимость государства. Что касается восстановления государства, у нас здесь классическая марксистская формула. Первый раз это трагедия, во второй раз это уже фарс. То, что начинается как фарс в стенах борделя, заканчивается как серьезная политическая трагедия. когда какие-то актеры действительно вдруг становятся образами власти. Но здесь все-таки еще немного сложнее, потому что у трагедии приобретают формы продолжающегося бурлеска. и она продолжится на следующий день. Это не очень известно, но есть три вариации этого повторения в истории. Есть две версии от Маркса и одна от Гегеля, потому что вот эта формула Маркса относится к философии истории Гегеля, которую можно перефразировать так. Все великие исторические события случаются дважды. Первый раз это случайность, а затем необходимость. То есть, если это случилось однажды, это случайность. Это может быть случайность, но если это случается еще раз, тогда вы понимаете, что это некоторая необходимость, это дух истории, действующий внутри нее. Это реальная необходимость и это имеет реальный смысл для истории. Один из примеров, который Гегель давал, Наполеона пришлось победить дважды, потому что в первый раз это могла быть неудача, случайность, но во второй раз это значило, что этот этап исторический закончен. Что говорит Маркс? Для Гегеля повторение утверждает смысл, а у Маркса все ровно наоборот. То, что начинается как трагедия, у которого есть величие трагедии события, во второй раз становится фарсом, теряет смысл. Вот как Луи Наполеон, например, как повторение великого Наполеона Бонапарта. то есть ровно наоборот. Повторение ведет к деградации. Но есть третья вариация, и мне кажется, она может быть самой любопытной. Мы тоже находим ее у Маркса. Это перед 18-м брюмером Луи Наполеона и касается критики Гегеля. Трагедия. Согласно этой теории, поворот от поворота комедии у Маркса имеет конкретное историческое значение. Что такое трагедия в истории? Это борьба обреченных исторических форм с новой возникающей реальностью. То есть старые формы сталкиваются с новыми возникающими и просто уходят в историю. Это трагедия. А комедия происходит, когда эти обреченные социальные формы, социальные социальные исторические формы, когда эта схватка уже закончена, и эти обреченные формы все-таки каким-то образом еще присутствуют на исторической сцене, хотя должны были давно исчезнуть, и вот это фарс. То есть история говорит им «прощай». И это трагедия. Что-то обречено, оно исчезает, но все-таки оно до конца не исчезает. Оно становится анахронистическим, таким анахронизмом, но оно все еще остается с нами. Получается, что вещи должны погибнуть дважды, первый раз трагически, а потом уже как бы в своей загробной жизни еще раз умирают, но уже в фарсе. Это как вторая смерть. Он, как пример, дает немецкий режим 40-х годов, который должен был давно исчезнуть, но по-прежнему здесь, как анахронизм. Это очень поучительно для современных наций увидеть немецкий режим, который сыграл когда-то свою трагическую историю, а теперь как комический фантом присутствует на сцене истории. И существует до тех пор, пока режим Ансьен, старый режим верит в свои привилегии, он оставался как первый немецкий режим, погиб в трагедии, но нынешний, хотя все видят его бессмысленность, и современный этот немецкий режим политический, он только представляет, притворяется, что верит в сам себя и ищет спасение в лицемерии и софизмах. Это своего рода клоун, напоминающий о мире с реальными героями, которые давно умерли. Последняя стадия мирового порядка это комедия, как в античном мире, в мифе о Прометеи. Почему же история идет по этому курсу? Чтобы человечество могло быть довольно своим прошлом. Мне кажется, в этом есть глубокое понимание, теория, истории, которая не была так сильно развита, как классическая марксистская линия. Это как, если бы у вас была вечеринка, и гости уже попрощались, но они все-таки по-прежнему еще обиваются где-то по углам. Как же вы с ними расстаетесь-то в конце концов? И решение Маркса такое, а все-таки хэппи-энд еще возможен в этой дурацкой ситуации. Просто сделайте из этого комедию. Это такой, комедия, это способ истории попрощаться с отжившими формами. И когда мы говорим о старом режиме, он тоже некоторым образом клоун, напоминающий о героях когда-то минувших времен. Настоящие герои нынешние, включая королеву, они мертвы, а вот номенклатура борделя занимает их место. Они притворяются, что верят в сами себя. Но есть очень важная вещь, которая отличает Маркса от Жене. И это касается хэппи-энда. Маркс видит комедию как красивое прощание, тогда как у Жене комедия гораздо более горькая вещь. Он говорит, а что, если этот хэппи-энд вернется в никогда не завершающееся прощание? Что, если эти исторические формы, не зная, что они уже умерли, отмерли, будут по-прежнему нависать надо всем? И мне кажется, что это интересная перспектива, учитывая будущее развития капитализма и западного политического мира, нам всем кажется, что капитализм постоянно умирает, что эта форма уже устарела, пережила себя, и вот-вот уже следующий завтрашний кризис ее погребет под собой, но на самом деле этого не происходит. И это такая извращенная комедия, комедия как способ существования форм, которые отказываются умирать. Последнюю вещь, которую я хотел бы сказать. Я бы просто хотел вам еще раз показать, насколько это богатая, насыщенная пьеса, и подвести итоги. Каково политическое значение этой пьесы? Это очень пессимистическое произведение. Если говорить о программе действий, Интересно, что Жене сам был очень неудовлетворен ранними постановками этой пьесы, и он написал своего рода комментарии, как надо ставить пьесу «Балкон». И в этих записках он просто в основном жалуется, какие ужасные современные постановки. Но есть теоретический момент. Он настаивает вот на чем. Он снова и снова повторяет, что балкон нельзя ставить как сатиру на каких-то конкретных институциях или конкретные фигуры. Вот что он говорит. в Лондоне режиссер-постановщик просто хотел оскорбить королеву. А сцена с генералом и проституткой он хотел сделать сатирой на войну и поиск колючую проволоку. Это какая проволока? Это очень богатый дом терпимости. Эта пьеса не должна ставиться как сатира на что-то конкретное. она должна ставиться как восславление образов и отражений с большой буквы. И только тогда станет ясно сатирическое или не сатирическое их значение. Потому что балкон не должен смеяться ни над кем конкретным. Но обнажить структуру фантазии, на которую опирается вся эта власть. Это такая декомпозиция фантазии. Интересно, что одна из важных шуток в пьесе Ирма говорит «Я запрещаю всякие шутки, смешки и улыбка». Улыбки даже здесь в борделе. Это все портит. Одна из прелестных строчек, как она упрекает Артура. Артур, вы у сутенера есть только ухмылка, но никогда не улыбка. Ирония здесь запрещена. Неважно, насколько все это бурглескное существование, ее надо играть с мертвенной серьезностью, с набожностью, как в церкви. Не как сатиру с определенной целью. Это комедия без шуток, бордель как торжественное сакральное место. Проблема с сатирой, и это уже выражено Джонатаном Свифтом, одним из величайших сатиристов в английской традиции. сатира часто обнажает все лица, кроме собственного. Сатира изолирует вас. Он позволяет аудитории чувствовать превосходство и тем самым поддерживает это чувство собственного превосходства у аудитории. И в американском контексте это приобретает особенно интересный срез, что такая сатира обращается против себя самой, потому что люди чувствуют это довольство. Никого нельзя исключить из холла с зеркалами. Настоящая сатира не должна щадить никого, включая аудиторию, чтобы она не чувствовала никакого превосходства по отношению к бурлеску, происходящему на сцене. и удваивание спектакль актеры и клиентелы это одно и то же. Королева, она же Ирма, хозяйка борделя, прощается со всеми и говорит, вы можете идти домой, где все точно будет еще более фальшивым, чем здесь. То есть мир вне театра, вне борделя, еще более театрализованный, чем внутри дома иллюзий, где по крайней мере есть некоторые правила. Выхода здесь нет. Это можно долго обсуждать, но политический театр не предлагает никакого ответа у Жене. Он просто провоцирует аудиторию. Жене написал некоторый авертисмент, записки и своего рода предупреждение. Он говорит, это не место поэта или актера искать практические решения в борьбе со злом. Они могут тогда потерять душу, если она у них есть, но это не важно. Но это акт взрыва, на который реагирует публика. И сила это идея как работы, как взрыва. Посланник говорит, что царский дворец постоянно взрывается, вечно взрывается, бесконечно взрывается. Если вы объедините две эти идеи, то политическая задача не в том, чтобы обрушить здание это, но чтобы взорвать самый взрыв. То есть вмешаться на том уровне, который является уровнем фантазии. Если хотите, это такой постоянный взрыв либидо. И вот такая интервенция, наверное является целью балкона. Буду рад ответить на ваши вопросы, а сам на этом завершу. А вот это я забыла показать. Это идея гробницы, которую мы встречаем в пьесе. вот вот это долина падших. Это мавзолей, сделанный Франко недалеко от Мадрида, чтобы похоронить бойцов гражданской войны. И мне кажется, даже сам Франко там похоронен. Вот это, конечно, очень противоречивый момент испанской истории. Мне кажется, что вот эти работы искусства, которые я видела недавно на выставке в Амстердаме, очень хорошо сюда вписываются. Победа — одна из скульптурных работ этого художника, представляющая собой огромный фалос прямо на соборе, прямо на фоне собора, вы видите. Мне кажется, вот это как-то должно очень быть понятным на русской почве. Спасибо большое. Я под большим впечатлением от вашей лекции, и я приглашаю вас задавать вопросы, если они у вас есть. все ясно, так тоже может быть. вопросы, которые задают. I'm sorry, I can't hear. There's some kind of noise. I can't hear. I can just come down and maybe do it consecutively if you like. If the mic doesn't work, I can come down and do the consecutive translation. Sure, just a sec. Okay. 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 Спасибо. 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 В этой пьесе «Жена». I mean, I think all authority figures, practically, to exaggerate a little bit, but I think all authority figures could speak today like the chief of police. Even though I'm castrated everywhere, I'm still intact. You can see some more conservative forms of authority where they really do try to protect the image. Maybe Russia is a certain variant of a more conservative defense of authority in that sense. But in fact, the underlying approach of authority, I think the authority expressed in the image of the name of the picture, the blaspheming image doesn't destroy the staff. И интересно, что есть, конечно, более консервативные образы, да, и структуры власти, может быть, Россия как раз в данном случае к ним относится. Но, в целом, мы сегодня видим картину, когда сами эти власть-придержащие фигуры говорят подобно шефу полиции. Каждый из них мог бы сказать, как шеф полиции, что да, образ кастрирован, но я-то не вредим. Я хотел сказать большое спасибо за очень интересную лекцию. Я также изучал философию. Я работал в Еврейском музее Центра толерантности в Москве. И пишу об искусстве. И вот очень заинтересовала, скажем так, жизнь самого Жанна Жене. В этой работе он играет с психоанализом, с этим понятием. И там очень много о сексе, то есть о сексе и власти. То есть он чувствуется, это его увлеченность, вовлеченность психоанализа. Он так вот очень выстраивает прямо свое произведение, скажем так, под эту идею. Жанна Жене, он сам по себе достаточно интересный был человек, насколько я понимаю. Он много экспериментировал также в своей жизни. В сексуальном плане я не очень хорошо знаком с его биографией. Он был гомосексуалом, насколько я знаю. И он закончил жизнь самоубийством. Есть книга Жили Сибана «Самоубийство Жанна Жене». Хотелось бы немножко об этой стороне, скажем так, поподробнее узнать. Не в плане любопытства, а именно насколько его вот эта новизна и попытки, скажем так, играть в эти игры с подсознанием и сексуальностью, и все это так возводить, насколько это отразилось на его жизни. И почему произошло его самоубийство. Может быть, он оказался в некой запутанной ситуации, просто не мог выбраться из этого, из этих дебри, скажем так, куда он забрался в конечном итоге. Спасибо. Игорь Негода. 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 Я начал с его эстетических, сейчас вот подошел к драматургии. А вот он зацепил... И затем, у нас есть второй период, он был подвожливый вписан, он был в последующем, и в третьем периоде, он потратил вручнее время после его заселения, после которого прожил Френши, особенно Сахарко, и при 1952, в Сахарко возращал он этот что-то в «Стен-Жанет», он продолжил в рыбе в «Стене», он прекратилρ'ку, а затем вы в первую периоду, Что кажется мне удивительным в случае жизни Жака Жанне, это что его жизнь можно поделить на очень четкие и очень разные периоды. Сначала он вот такой ребенок-подросток, мелкий вор, который проводит много своего времени постоянно как-то в тюрьме, так и сяк. Потом он становится писателем, пишет всякие разные произведения. Потом он становится таким признанным философом, о котором говорят с восхищением Сартер, который написал про него книгу в 1952 году. Потом он как-то увлекается политическими разными произведениями. Потом этот любовник его совершает самоубийство, и он становится политическим активистом и очень мало на самом деле пишет. то есть поразительно, насколько разные и такие очень отдельные периоды это в его жизни. С философской точки зрения я бы еще хотел заметить, что мне очень задевает его произведение, посвященное одиночеству. Мне кажется, они занимают особое место у него. И с точки зрения философской вот это одиночество, это очень сложная концепция, потому что если в эссе про Джакометти оно значит одно, то в пьесе «Балкон», о которой мы сейчас говорили, оно значит совершенно другое, и оно имеет ключевую роль в этом удовольствии, которому предаются герои. И если вы любите… … Продолжение следует... 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 Дело в том, что до сих пор, мне кажется, существует такой запрет на то, чтобы священник был одновременно актером. И запрет этот берется просто из того, что, ну вот, например, вы священник, и в то же время вы актер, и в свободное от отправления культа время вы играете священника где-то в театре и совершаете некое таинство, таинство крещения, например. И вопрос в том, является ли оно действительным, да, потому что вы же все-таки священник. Продолжение следует... 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 И Жене как раз очень изобретательно использует вот этот механизм, где ты становишься тем, что ты изображаешь, потому что вот есть епископ, и он действительно становится епископом. В ходе вот этих революционных событий есть генерал, и он действительно становится генералом, но штука-то вот в чем, и мне кажется, я этого не упомянул в своей лекции, что то, что епископ действительно стал епископом, совершенно не добавило удовольствия. Наоборот, он говорит, а что я теперь действительно должен вот эти обязанности исполнять? И, извините, не могу удержаться, снова вернусь к Дональду Трампу и Соединенным Штатам Америки. Это очень хорошо видно. Где-то сразу после, где-то между результатами выборов и инаугурацией его ликование сменило разочарование. И теперь очень часто он в интервью говорит, что вот теперь я действительно работаю весь день, и есть это разочарование. Я думаю, что мы будем расти в макете, но просто для последних революционных вопросов. И я хочу сказать, что я хочу сказать, что это немного параллельно с тем, что вы знаете, что вы знаете, что вы написали Хейнер Мюллер, который называется «Квартет», «Аптер-шотерло-делакло», «Dangerous, лезон dangereux». И там, на самом деле, вы имеете большую политику, сделанную цену. Таким образом, вы имеете большие политические мероприятия, невероятно ревнованная дипломатия, которая была проведена благодаря сексуальными действиями. И здесь вы имеете бротель, где сексуальными действиями должны были проведены, и вместо этого, плеща будет превратена в репрезентацию силы. И это замечательный параллель. Мы должны поблагодарить за блестящую лекцию Ароны. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.